В Шемкенте до 5 июля будет действовать постановление, по которому нельзя гулять в парках, мыть машины на автомойках и многое другое. Но уже с воскресенья все казахстанцы будут жить и работать согласно решению Государственной комиссии страны. Постановление главного государственного санитарного врача города Шемкент было подписано и введено до заседания Государственной комиссии, поэтому данное постановление будет приводиться в соответствии с решением Государственной комиссии. Кроме данного решения, возможно, согласно ситуации каждого региона, каждый государственный санитарный врач дополнительно, возможно, он примет какие-то решения индивидуальные. В правительстве сегодня утвердили правила по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. По всему Казахстану установится двухнедельный карантин. Ограничения вступят в силу 5 июля. Работать запретят салоном красоты, парикмахерским, спортивным залом, фитнес-центром, бассейном. Закроются по всей стране пляжи, аквапарки, объекты культуры, музеи, выставки, форумы. Не будут работать продовольственные и непродовольственные крытые рынки. Во-первых, задача была именно минимизировать передачу вируса среди населения, особенно при социальных контактах. И второй, вы, я думаю, знаете все хорошо, что именно две недели сегодня составляет у нас инкубационный период. Это важный период, который мы должны были учесть. Но мы уже предупредили, если в последующем будут определенные вопросы, которые потребуют принятия более жестких мер, после двухнедельного карантина мы, в принципе, можем пойти на более жесткие меры. Международное авиасообщение прекращать не намерены. В правительстве постановили не расширять список стран, куда могут полететь казахстанцы. Сократится авиа- и железнодорожные сообщения между регионами. А вот междугородние автобусы ходить не будут. Прекращаются автобусные междугородные перевозки. Допускается передвижение личного автотранспорта между регионами. Работа общественного транспорта будет сохранена с ограничениями по времени. Будут введены ограничения на перемещение населения старше 65 лет и группами более трех человек. Блокпосты устанавливаться между городами, между регионами не будут. Коронавирусная статистика растет. По стране зарегистрированы больше 42 тысяч ковид-положительных пациентов. Регистрируют в республике и случаи заболевания пневмонией. Если в прошлом году в июне месяце число заболевших пневмонией казахстанцев было меньше 8 тысяч, то в прошлом месяце в этом году эта цифра 32 тысячи случаев. За последние сутки скончалось 10 пациентов от коронавирусной инфекции и 20 пациентов от пневмонии. Статистика публикуется полноценно. Сейчас вы видели, мы перешли на объединенную статистику, когда симптомные и бессимптомные пациенты показываются вместе. Это нужно для того, чтобы понимать, какая реальная картина у нас сейчас в стране. И каждый, независимо от симптомности пациента, является потенциально заразным. Поэтому наша задача понимать действующие объемы. На сегодняшний день казахстанцы сделали полтора миллиона тестов на коронавирус. По словам главного врача страны, уже выделены средства на закупку новых тестов. Остро сейчас стоит вопрос и плановых операций, которые отменили на время карантина во многих городах страны. Из-за этого тысячи казахстанцев не могут получить медицинскую помощь. По словам Цоя, этот вопрос сейчас решается. Глава государства на этом сделал особый акцент, чтобы наши граждане с соматическими заболеваниями могли получить также доступную помощь. В настоящий момент экстренную помощь каждый гражданин получает у нас в рамках ГОБМП и ОСМС. И эту помощь мы оказываем. Также онкологические заболевания, они лечатся в общем формате, то же самое наряду с кемодиализом. По остальным заболеваниям сейчас прорабатывается вопрос и будут даны конкретные поручения каждому региону организовать эту работу для полноценного лечения граждан, которые не болеют коронавирусной инфекцией и требуется общая помощь. По Казахстану все еще сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий. Казахстанцы, как и раньше, обязаны носить маски в помещении и многолюдных местах. Людям настоятельно рекомендуют чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Анастасия Новикова, Ерлан Бексаидов, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании «Утрар».